Это программа «День с толком» в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Не дышите! Я стала замечать, что в последнее время стали часто кашлять, чего раньше не было. Кто портит воздух жителям Павловска? Что перевесит? Соседство вот этой бочки и наркоманской аптеки превратило в наш микрорайон в опасную гонку. Жители поселка Южный против строительства пивного магазина на месте детской площадки. Преданность в крови. Дали ей занюхать вещь искомую, то есть дедушкину, и она последовательно дошла до дедушки. Ко дню кинолога учимся любить у собак. Конфликт с душком разгорается в Павловске. Жители жалуются на невыносимый запах на улице. Винят местный завод, который якобы отравляет воздух из-за вредного производства. Инициативная группа уже не раз обращалась в различные инстанции, но там проблем не видят, а точнее не чувствуют. Кирилл Политов вмешался в битву за кислород. Все кабачки, все баклажаны, все огурцы, деревья, яблоки, сливы, вот все вот так вот. Вишня полностью опала. Ну это разве так и жить можно? Такие узоры в огородах оставили вовсе не инопланетяне. Роль художника, уверяют люди, взяло на себя местное предприятие, которое якобы отравляет атмосферу в радиусе нескольких километров. Выпадают осадки, а вместе с ними выпадает в осадок все местное население. Как сквозняк идет, значит, вот так. Был такой резкий запах, я пришла, у меня давление поднялось и вызывала скорую. Вот скорая приехала, да, у вас здесь запах такой. Аромат сжженной проводки для жителей целого района Павловска стал в буквальном смысле головной болью. Этот запах, рассказывают, преследует их и днем, и ночью. Иногда можно сделать вдох, когда меняются розы ветров, нередко щеплит глаза. Правда, это лишь меньше из бед. Дети стали болеть в разы чаще, говорят родители. Я стала замечать, что в последнее время стали часто кашлять, чего раньше не было абсолютно. Практически не болели дети, сейчас начали болеть. Вот именно кашлять, сопли начинаются непонятно откуда. Дышать полной грудью здесь нельзя. С просьбой помочь решить проблему, инициативная группа обратилась в различные инстанции. Ведь, говорят, жители, есть же нормы предельной концентрации вредных веществ в воздухе. У Людмилы Семеновны накопилось немало претензий и ответов от все тех же специалистов. Они говорят, что у нас загазованность почти в норме, но превышенная, небольшая превышенность есть. Мы с этим не согласны, потому что все эти химикаты, и все у нас оседает на растениях, и везде, и всюду. Мы все это и употребляем, и дышим всем этим. И дети, и очень часто сейчас стали болеть мы все. Путем исключения жители выяснили, портит воздух местный завод, который запустил литейный цех. Там идет выплавка различных деталей для техники из чугуна и стали. Увеличили мощности, не исключено, что в воздух пошло больше примесей, предположили на проходной предприятия. Говорят, плавят с помощью китайского оборудования, которое, мол, гораздо вреднее, чем проверенная временем советская техника. В компании нос держат по ветру. Проверки были, и не раз рассказывает директор завода. Диалог со специалистами есть, а вот с жителями пока не получается. Этот запах специфичный, но он не несет никаких тяжелых веществ. Вот по протоколу испытаний атмосферного воздуха, Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайской окраине нам делал. У нас все показатели в норме. Мы стараемся сейчас как бы все равно уйти дальше, что-то ставим какие-то очистные, больше. Но понимаете, что за один день этого всего не сделаешь. Мы внедряем туда новые технологии. Впрочем, терпеть пахучего соседа жители больше не намерены. Активисты на народном сходе решили все-таки добиться закрытия предприятия рядом с их домами. Кирилл Политов, Алексей Фризин. День с толком. В адрес администрации Черышского района и строителей защитной дамбы выписано прокурорское представление. Правоохранители сообщают о ненадлежащем функционировании сооружения, из-за чего, по их мнению, и произошло подтопление нескольких участков в конце мая. В официальном ответе прокурор Алтайского края Александр Руднев отмечает несколько замечаний в адрес администрации. Например, то, что власти не направили претензии подрядчику. В районной администрации это отрицают, как и обвинение в негерметичности дамбы. По словам сотрудников, во время просадки дамба может пропускать часть воды. Тем не менее, в администрации Черышского района понимают, проверка прокуратура прошла после многочисленных жалоб жителей, когда в конце мая, после сильных дождей, река вышла из берегов и подтопила несколько огородов. Главный юрист муниципалитета Дмитрий Болотов сказал, что причины такой паники в плохой информированности. Ведь не будь дамбы вообще, в конце мая пострадало бы тысяча человек. Данный уровень составлял более 2 метров 40 сантиметров. При критическом — 180. Цифры соотношению, так скажем, даже не поддаются. Там более 400 домов и более тысячи человек населения. При условии, если бы у нас данный участок, который сегодня построен, отсутствовал бы. То есть дамба, как сооружение, оно функцию выполнило свою на 100%. Добавим, что защитную дамбу должны достроить к 1 октября 2019 года. Этот объект возводят уже два года, а запланировали его сразу после наводнения 14-го. Жители нескольких многоэтажек в барнаульском поселке Южный в шаге от объявления войны бизнесу. Прямо у них под окнами расширяется пивной магазин. И зеленый участок, где играли дети, обнесли металлическим забором и вырубили там деревья. Возмущение людей выливается на строителей, а организаторы работ отмалчиваются. Анастасия Дороган продолжит. Содрали всю землю. Пожалуйста. Когда вся страна праздновала День России, жители нескольких многоэтажек краевой столицы начали борьбу за независимость от пивного соседства. Их мини-аллею уничтожали на глазах. Я говорю, вы же обещали пересаживать. А пришел хозяин, говорит, он сказал, что никаких пересадок ломайте. Мы тут им вишни засадим, мы им все тут засадим. Декорации Екатеринбурга, но это барнаул. В поселке Южный посреди зеленого уголка вырос металлический забор, но за ним уже выкорчевали деревья и началась стройка. Зачинщик работ – вот это питейное заведение. По словам жителей, год назад им говорили об открытии под окнами продуктового магазина. Появился пивной. И скоро он будет еще больше. Реконструкция продовольственного магазина. Нет, он расширяется. Соседство вот этой бочки и наркоманской аптеки превратило в наш район в опасную зону. Предоставите работу. Сейчас со второй смены будут учиться, и они вот через вот это вот все заведение будут проходить. Мы... Это спор на участок на карте. И оказалось, что стройка могла быть еще серьезнее. Этот участок уже давно не придомовая, а краевая земля с назначением торговля в аренде бизнеса. И мэрия выдала разрешение на строительные работы. И в рамках уже этого разрешения имеет право там осуществлять деятельность, в том числе по застройке, по благоустройству, но в границах отведенного земельного участка. Законодательство санитарии нарушается федерально. Федеральные нормы о тишине. Если это еще будет пивное заведение открытое, то тут и до нарушения уголовного кодекса недалеко. При этом руководство торгового дома не делится планами застройки ни с жителями, ни с нами. Директор розницы по телефону объяснила, что занимается лишь вопросами кафе «Пельменный». Другого специалиста для ответа на наши вопросы не нашлось. Я ничем им больше помочь не могу. Общественник Игорь Берг рекомендует жителям написать письма в прокуратуру и мэрию, потребовать все документы и надеяться на нарушение. Тогда, возможно, стройку остановят. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком. Осужденные в США россиянки Марии Бутиной разрешили преподавать в американской тюрьме. Об этом сообщает газета «Известия». Как отмечается, россиянка ведет уроки математики, английского языка, теории вероятности и обществоведения. За свою работу Бутина получает небольшое финансовое вознаграждение. Примечательно, что в рамках обществоведения Бутина рассказывает заключенным об основах демократической системы США. Напомним, уроженка Барнаула Мария Бутина осуждена на полтора года тюрьмы за работу иностранным агентом в российских интересах. В ближайшую пятницу кинологи и их лохматые помощники будут отмечать профессиональный праздник. Кинологической службе 110 лет. Ну а сегодня наши корреспонденты понаблюдали за тем, как человек и собака готовятся к службе и ловят преступников. Рассказывает Елена Кузовкина. Немецкая овчарка по кличке Сандера своего хозяина увидела еще издалека. Вместе на службе они уже 6 лет. Прапорщик полиции Никита Афонин познакомился с Сашкой, так он любя называть собаку, когда ей исполнился год. И почти сразу полицейские сошлись характерами, вернее сказать, сработались. Лежать. Хорошо. Сидеть. Хорошо. Ко мне. Сандера незаменимый помощник в задержании злоумышленников и раскрытии преступлений. Например, недавно по следам сумел найти воришку металла. Только за последние три месяца благодаря Сашке удалось раскрыть 6 преступлений и даже спасти человеческую жизнь. Был случай, что дедушка потерялся на даче. Ушел вечером собирать ягоду. А утром приехали родственники, его нету. Стоит ведро на дороге возле дачи, его нету. Дали ей занюхать вещь искомую, то есть дедушкину. И она по следу дошла до дедушки. Дедушка был уже, степень переохлаждения начиналась. То есть, если бы собака не нашла, то дедушка, скорее всего, бы умер от переохлаждения. Постоянная тренировка – залог успеха человека и собаки. Только если двуногие полицейские понимают всю важность своего дела, четвероногие воспринимают все происходящее как игру. Также играючи за несколько секунд, они ищут взрывчатку или наркотики. Это оно? Оно. Она правильно распознала? Правильно. Это имитатор наркотического вещества. Молодец. А что в остальных ящиках? А в остальных ящиках ничего. Там отвлекающие могут быть. Здесь пусто? Пусто. Любопытно, что мохнатые поисковики, как и люди, выходят на заслуженную пенсию. Но если пес здоров и еще может выполнять свои обязанности, ему продлевают срок службы. После 8 лет, если собака соответствует физическим критериям, то их каждый год продлевают. И так до тех пор, пока она уже не сможет внести службу функционально. А потом кинолог, как правило, забирает этих собак себе. Кстати, Сандере уже 7 лет. И в честь праздника, который кинологическая служба отмечает 21 июня, хозяин обязательно угостит ее чем-нибудь вкусненьким. Никита Афонин говорит, это будет «добрый кусок мяса». Все, молодец. Место. Елена Кузовкина, Николай Шелком. День с толком. Алтайские реки вошли в список самых популярных мест для летнего отдыха. В пятерке также оказались река Алонка в республике Карелия, село Бжит на одноименной реке в Туапсинском районе Краснодарского края, алтайские поселки Катунь и Чимал на реке Катунь, город Калязин на правом берегу Волги и в Тверской области. Как сообщают РИА Новости, туристы чаще всего планируют отдых на реках в домиках от 5 до 13 дней. Затраты на отдых составляют до 5000 рублей в день. Самый дорогой, кстати, отдых на Алтай. Да, отпуск близко, многие из нас уже пакуют чемоданы, но есть и те, кто только определяется с планами на лето. И во многом, конечно же, их решение зависит от финансов. По данным ЦИОМ, почти 40% россиян хотели бы в этом году побывать за границей. И немногим менее, в Крыму. И в банках готовы помочь всем будущим путешественникам. Летом спрос на продукты для отпускников традиционно высок. В этом месяце, 19 и 20 июня, мы предлагаем всем нашим друзьям оформить кредитную карту с лимитом до 300 тысяч рублей и беспроцентным периодом 90 дней. В эти дни банк будет работать до последнего клиента. Пункт про беспроцентный период особенно радует, ведь благодаря грейс-периоду в 90 дней можно провести отпуск без переплат. Отпуск ближе и доступнее, чем кажется. Для тех, кто хочет повидать мир, нет никаких препятствий. А подобрать правильный инструмент можно 19 и 20 июня в Банке Восточной. Позволит ли нам отдохнуть погода, узнаем прямо сейчас. Спонсор прогноза – компания «Эвалара». У меня к этому часу все новости. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова